Продолжение следует... Из любительской, из академической разработки стал профессиональным, то, что мы видим сейчас, то, что каждый из вас чувствует. И это будет исключительно мое персональное мнение. Оно не отражает нашу компанию, не отражает какие-то группировки, еще что-то. Это мой персональный опыт. Так получилось, что я с Позрисом занимаюсь, начиная с 1995 года, и не просто занимаюсь там урывками, а занимаюсь непрерывно с 1995 года по сегодня. И поэтому вся история Позриса прошла на моих глазах, я принимал участие. Да, и прошу понимать, что это мое личное персональное мнение. Вот кратко обозначены те проекты, которых я разрабатывал, принимал участие и так далее. Многие из них вы знаете. И начну я сразу вот с такой картинки. Это картинка, которую я нарисовал много-много лет назад и только ее дорисовывал. Вот видите, версии просто увеличиваются, увеличиваются. Она отражает эволюцию революционных баз данных. Слева, кто не знает, это Майк Стоунбрекер, который называется отцом Позриса. Мы все его увеличаем. Вот внизу первые наши ядерные разработчики. Если посмотрите, там внизу человек справа сидящий. Это Вадим Михеев из Красноярска. Он был один из первых кори-разработчиков. Начинаю рассказ вот из того, со статьи кода по революционным базам данных, значит, революционной модели. И IBM в этом смысле внесла гигантский вклад в индустрию, потому что именно в ней работал код, именно в ней появилась первая white paper про System R. Это была первая революционная база, появился прототип. И, собственно, Майк Стоунбрекер, который работал в Беркли, он прочитал эту статью и вместе со своими приятелями загорелся сделать базу данных. Здесь немного история такая интересная. Дело в том, что в те годы, в 70-е, в начале 70-х годов, как вы подозреваете, компьютеров было немного. Вот на весь Беркли, вот Computer Science, была одна PDP-шка, PDP-11. И все студенты и преподаватели дрались, можно сказать, боролись за машинное время. То есть по часам делилось время. И в основном эта машина использовалась как расчетная машина. То есть запускались задания, они считались, вылетали. Я сам, когда был молодой, именно так же и вел себя. То есть мы операторам отдавали наши задачи на счет. Но студенты хотели, и преподаватели, и разработчики, они хотели интерактивной работы. Это была наша мечта. Сидеть за пультом, работать, вводить программы, отклаживать. И когда Майк Стоунбрекер с своими приятелями сделали первую базу, они ее назвали Ingress. Это к тому, что люди, многие не знают, откуда взялся Ingress. Ingress – это Interactive Graphic Retrieval System. И вот люди не понимали, причем здесь слово Interactive и так далее. Это просто их мечта реализовалась в этом названии. Они мечтали об интерактивной базе данных. У них был консольный клиент, с помощью которого можно было работать с Ingress. Этот прототип Ingress дал очень много для индустрии. Как вы видите, сколько стрелочек. Это те базы данных, на которых повлиял, которые шарили код от Ingress, или повлияли идеи, взялись от них. То есть у Майк Стоунбрекера было очень много учеников, разработчиков, которые ушли. Вот они делали Sybase, MS SQL, видите, ушли туда в Non-Stop SQL, Illustra, Informix. Это все ученики Майк Стоунбрекера. И в частности, когда Ingress развился достаточно сильно, что он стал интересным с коммерческой точки зрения, образовалась компания Illustra, как вы видите. Видите, Illustra справа, в 92-м году. И код из этой Illustra был куплен компанией Informix, а потом Informix был съеден компанией IBM и ушло в DB2. Так вот вопрос возникает, что было интересно таким гигантам от Ingress? От Ingress было интересно, в первую очередь, расширяемость. Это были те революционные идеи, которые Майк Стоунбрекер заложил. Это то, что база данных должна быть готова к решению любых бизнес-задач, которые возникают в жизни. А для этого нужно, чтобы база данных могла расширяться, можно было добавлять свои типы данных, аксесс-методы, функции и так далее. Вот сейчас нам, постгрессистам, это кажется естественным. В те годы это была революция. И вот именно с Ingress и Postgres эти фичи, эта функциональность стала де-факто стандартом для всех революционных баз данных. Сейчас все базы данных имеют пользовательские функции. А вы знаете, когда Майк Стоунбрекер писал, что нужны пользовательские функции, компания, например, Oracle кричала о том, что это опасно, это нельзя, потому что пользователи могут навредить данным и так далее. Но сейчас мы видим, что пользовательские функции, они существуют везде, во всех базах, агрегаты можно делать, типы данных. Это все пошло из Ingress и Postgres. Postgres развивался как академическая разработка. И что значит академическая разработка? Это означает, что имеется профессор, который имеет грант на разработку, имеются студенты, аспиранты, которые работают над ним. Понятно, что серьезные базы данных в виде продакшна сделать нельзя, но тем не менее, последняя версия из Беркли, это версия 4.2, она называется Postgres 95, в нее уже был добавлен язык SQL, и студенты в это время уже стали работать в Информиксе, в компании Люстра, Информиксе, и уже потеряли интерес. И они написали письмо о том, что, ребята, вот у нас есть Postgres 95, давайте, говорит, кто хочет, забирайте его. Я это все прекрасно помню, потому что я был один из тех, кто получил это письмо. То есть у нас был мейлинг-лист, и было в нем меньше 400 человек подписчиков. То есть сообщество Postgresа начиналось с этих 400 человек. Мы все дружно проголосовали за то, что мы берем этот проект, там у нас нашелся энтузиаст, который поднял CVS-сервер и перетащили все, значит, в Канаду. Даже, по-моему, не в Канаду, а в Панаму, потому что сервера были в Панаме. И с тех пор, собственно, начинается история Postgresа, а начинается она вот с версии 6. То есть изначально, видите, было первая, четвертая, пятая, это вот Postgres 95, а Postgres начался с версии 6, а именно с версии 6.0. И, как вы видите, я здесь привел специально картинку, что в 97-м году, вот 3 апреля, как раз появился наш логотип слон. До этого у нас были какие-то такие разные животные. У меня на страничке, например, долгое время вообще был гепард, который обозначал, что Postgres очень быстрый. Но потом в мейлинг-листе подняли вопрос о том, что нашей большой базе данных нужен серьезное, значит, такое, серьезное животное, которое принимало бы всему миру. И тут вот есть даже письмо, вот один мужик написал, что давайте делать слона. Мы все дружно проголосовали, а потом наши ребята из Санкт-Петербурга нарисовали этот логотип. То есть вот этот логотип, он реально разработан нашими ребятами из Санкт-Петербурга. Изначально это был слон в алмазе. Если вы поковыряетесь в машине времени, вы увидите первый логотип, он выглядел как слон в алмазе. То есть считалось, что могучий, добрый слон, а слона выбрали потому, что у него очень хорошая память. Вот Агата Кристи, у нее есть такая повесть, «Слоны могут помнить». Он очень хороший, он может быть очень мстительный. В частности, у Агаты Кристи он был очень мстительным. Там лет 50, по-моему, помнил, а потом задавил. А бриллиант, это как бы вот он такой хороший, весь себя пушистый. Но потом этот бриллиант откололи, векторизовали, и получился вот этот слон. Так что знайте, что здесь это был один из первых наших российских вкладов. Дальше подгресс развивался динамично. Я покажу дальше по картинке. Мы имеем сейчас что? Одиннадцатую версию. Уже, наверное, кто-то уже перешел на одиннадцатую версию. И в следующем году мы ожидаем двенадцатую версию. Собственно, сегодня я буду рассказывать как раз в час дня, что мы ожидаем в двенадцатой версии. Этапы развития подгресса. Вот очень кратко. То есть первое – это стабилизация работы. Ну, понятно, что когда сообщество переняло исходные коды академических разработчиков, там было что только там не было. То есть начали все перелопачивать, чтобы это компилилось прилично. Вот. И так далее. Я выделил здесь 97-й год, вот версия 6.1. Это интернационализация. Не потому, что я это делал. Действительно, это был мой первый патч интернализации. А потому, что действительно важный этап. Дело в том, что вы сейчас привыкли, что Postgres работает с любыми языками, в любых локалях, там во всем мире. А тогда Postgres понимал только ASCII. То есть никакие там 8-бит, никакие там европейские языки, русские и так далее. То есть это все не воспринималось. И я, когда это обнаружил, следуя принципам опенсорса, просто взял и сделал эту поддержку в локале. И благодаря этой работе Postgres пошел по миру. Грубо говоря, мы сейчас пользуемся и так далее. После меня уже Татсула из Японии сделал поддержку мультибайтных кодировок. И Postgres стал вообще мировым. Это очень важный путь. В 2005 году была введена поддержка Windows. Я помню эти горячие споры, когда в мейлинг-листе обсуждали, зачем нам нужен Windows. Потому что все разработчики были нормальные люди. Они работали под Unix системами. И Windows... Вот видите, вы сейчас хлопаете. Вот точно так же народ голосовал, зачем нам нужен Windows. Это длилось годами. Периодически кто-то поднимался. Более того, SRA Computers, вот как раз SRA, выпустили раньше на несколько лет Powergres. Это был нативный порт Postgres на Windows. Но это было чисто японское изделие. Но в 2005 году в восьмой версии появилась у нас поддержка Windows. И оказалось, что это был сильный шаг. Потому что сообщество сильно распухло. То есть появилось очень много людей, очень много глупых вопросов. Но сообщество стало большое. То есть мы схватили Windows-овых пользователей. В 2010 году у нас появилась стройная репликация. Это боль. Потому что я помню, сколько лет люди боролись за то, чтобы репликация была в Postgres. То есть изначально все говорили, нам репликация не нужна. Репликация – это не дело базы данных. Репликация – это дело внешних утилит. Если кто помнит слоны. Был такой продукт слоны – слони. Ян Вик ее сделал. Кстати, слони – это тоже из русского языка пришло. Он меня спросил, как слоны. Когда их много. Я говорю, слоны. Вот он сделал слони. И эти слоны работали как логическая репликация, там триггеры. Это был кошмар для того, чтобы это настроить. Здесь из ветерана помнят это дело. И более того, все долго слушали Тома Лэйна. Я помню, как Том Лэйн отчаянно кричал, что зачем нам усложнять код репликацией, если это можно сделать снаружи. Но в результате все-таки люди победили, репликация встроенная появилась. И это дало сразу целое колоссальное количество интерпрайз-пользователей, юзеров. Потому что до этого, до репликации, интерпрайз-пользователи, они говорили, а как нам вообще жить без репликации? Это невозможно. И поэтому репликация в подгрессе, она дала целый пласт пользователей. В 2014 году появился Джейсон Би. Тоже скажу, что это как раз моя и Федина работа, Сегаева. Это тоже мы сделали. Тогда тоже народ кричал, зачем нам это нужно. А у нас уже был H-Store. H-Store, который сделали мы в 2003 году. А в 2006 году он вошел в подгресс. И люди прекрасно пользовались, любили по миру. Более того, даже если в Гугле наберешь H-Store, то там гигантское количество запросов, ну, документов вылезало. То есть это было очень популярное расширение. И мы всячески пропагандировали идею неструктурированных данных в подгрессе. С самого начала моей работы я как раз этим и интересовался. И когда мы сделали Джейсон Би, я получил массу вопросов, писем, благодарностей. И мы получили ноутскую пользователей. То есть до Джейсон Би люди, которые подвержены, зомбированы хайпом, они шли куда? Они шли вот эти k-value базы данных, Cassandra, Massandra и так далее. При этом они вынуждены были жертвовать там целостностью, там, ну, осидностью. А тут мы им дали возможность, ничего не жертвуя, да, работать с их прекрасным Джейсоном. Поэтому мы здесь получили ноутскую пользователей. То есть количество пользователей в комьюнити резко выросло. А в 2016 году появились у нас параллельные выполнения запросов. Если кто не знает, параллельные выполнения запросов, оно, конечно, не для OLTP пользуется. Не для OLTP. Потому что если у вас загруженная машина, то все ядра и так заняты. Параллельные выполнения запросов, она ценна для аллаповских пользователей. И аллаповские пользователи это оценили. То есть мы начали получать уже какое-то количество аллаповских юзеров. Дальше у нас шло такое накопительное. То есть в 2017 году мы получили логическую репликацию и делали декларативное партицирование. Это был тоже большой такой серьезный шаг. Потому что логическая репликация, она дала возможность делать очень-очень интересные системы. То есть вы получили свободу, фантазии неограниченно. Люди начали делать кластера. Декларативное партицирование дало возможность вам с помощью SQL языка создавать партиции. Не просто как раньше мы делали вручную, то теперь есть поддержка SQL. В 2018 году, в 2011 версии, мы получили JIT. Это одно из основных, как говорится. Кто не знает, это Just-in-Time Compiler. Это когда вы компилируете запросы. Это ускоряет действительно очень много. Но это опять же больше работает для, скажем так, медленных запросов. Потому что быстрые запросы не так быстрые, а верхет на компиляцию все-таки существенные. В 2012 году мы ожидаем, самое основное, это Plagable Storage. Это API для того, чтобы разработчики могли разрабатывать свои хранилища. Один из примеров – это ZHIP. Это хранилище, которое разрабатывает EnterpriseDB. И наша разработка SQL.json, который мы вот прямо сейчас… Я очень надеялся, что Саша Коротков закоммитит его до конференции, но там выяснились какие-то проблемы. И мы надеемся, что все-таки мы доработаем и в этом году мы получим SQL.json. Это то, что люди ждут уже два года. То есть у нас уже два года как готов, но как проблем было… Нашлись какие-то проблемы. Дальше я вот перейду вам к такому слайду, который позволяет мне говорить, что Postgres – это универсальная база данных. То есть вот на этой картинке, на самом деле вот эту картинку можно изучать просто очень долго, там часами рассказывать кучу историй. История возникновения компаний, поглощения компаний, значит, смерть компаний, там, и куча всего. Давайте посмотрим. Я начинаю с 2000 года. Один из первых форков Postgres'а был IBM-овская Нитеза. Представляете, голубой гигант, да, взял Postgres и соорудил себе, значит, там, для поддержки своих BI-ов, значит, некую базу данных. Вот, для Алапа. Форк Telegraph Secure. Уже в 2000 год, уже на основе Postgres'а в Беркли люди делали стримовую базу данных. Если кто не знает, стримовая база данных – это база данных, которые не интересуются самими данными, а интересуются их агрегатами. Для большого количества, ну, то есть сейчас очень много таких задач, когда вам не нужна каждое, ну, каждое значение, там, температура, там, в какой-то точке, а вам нужны среднее значение температуры, вот в данной области, к примеру. И вот Telegraph Secure, она, значит, была одной из таких передовых идей, которая возникла тоже в Беркли и разрабатывалась на основе Postgres'а. Видите, она дальше проэволюционировала, и в 2008 году на ее основе была выпущена коммерческая база данных, которая до сих пор существует, которая куплена уже ЦИСкой, владеется ЦИСкой. Я совсем забыл сказать, что, вот видите, это не все форки Postgres'а, их раза в два больше, просто я выбрал наиболее важные, наиболее интересные, чтобы не загромождать, но реально у нас есть на Вики страничка, где перечислены все форки. Кто знает базу данных, вот, скажем, open-source, у которой было столько форков? Вот таких форков, таких баз больше нет. Postgres отличается от других баз данных, в первую очередь не только своей там функциональности, но и тем, что у нее очень интересное сообщество, сообщество, которое принимает форки. Вот у нас принято считать, что вот я сделал форк, потому что я обиделся, да, и вы меня не поддержите, я буду вести свою разработку. У нас в подрисовом мире форки означает то, что какие-то люди или какая-то компания решила сделать какой-то прототип, проверить какую-то функциональность, вот, поэкспериментировать, а может быть, если повезет, то сделать коммерческую базу, которая может будет продавать с клиентом, предоставлять там сервис и так далее. Но при этом, как правило, все эти форки, они возвращают свои наработки, свои патчи там в сообщество. Неоднократно это было доказано, и, собственно, наша компания, которая тоже является, у нас продукты тоже являются форками, понятно, что мы кучу патчей вернули в обратное сообщество. Вот в последней версии у нас больше 100 патчей мы вернули в сообщество, в 11-ю, кстати. Если вы посмотрите релиз нового с 11-й версии, там будет 25 фамилий наших сотрудников. То есть это вот нормальное для сообщества. Мы берем, используем комьюнити-версию для того, чтобы проверять свои идеи или давать функциональность нашим клиентам раньше того, как созреет сообщество. Поэтому форки у нас очень даже хорошо приветствуются. Вертика, известная Вертика, она возникла из систор. Я здесь не нарисовал, но это тоже из позориса. У Вертики вообще, ну, то есть Вертика, некоторые люди утверждают, что там вообще не было исходников позориса, но, и что только они поддерживают позорисовый протокол, вот. Но, в общем, тем не менее, люди причисляют Вертику к позорисовым форкам. Гримплам, посмотрите. Тот известный гримплам, который сейчас вы можете скачать, использовать там в виде кластера, да, там. Он возник из бисгриса. То есть был такой бисгрис, массивно параллельная база данных, которая была просто из позориса, а где-то была часть подрисового сообщества, то есть это были патчи, это было обсуждение в мейлих листах. Потом это было куплено гримпламом, и она стала коммерческой, и долгое время она была коммерческой. И только, вот видите, где-то в 15-м году они поняли, что мир-то изменился. Мир идет к открытому обществу, к открытым протоколам, к открытому сообществу и так далее, открытым, так сказать, базам данных. И они открыли свой гримплам. Сейчас активно догоняют позорис, потому что за это время они отстали, конечно, очень сильно. То есть гримплам, они стояли на версии 8.2. Вот сейчас уже говорят, что они дошли до 9.6 где-то. Амазон. Вот всеми нами любимые и нелюбимые Амазон. Вы знаете, с чего он возник? Это происходило на моих глазах. Была компания, вот был продукт Парацел. Парацел – это значит Колумбин сторич в постгрессе с векторной обработкой. Это тоже была часть сообщества. Это был открытый, ну, был продукт, который вот его сделали. Потом очень хитро исходники купил Амазон в 2012 году. То есть просто не купил не саму базу данных, а купил исходники. И буквально через полгода, значит, объявил о том, что вот у нас РДС. Вот. Мы тогда спрашивали, как так. Они долго мялись, а потом выяснилось, что это просто постгресс. До сих пор живет одна из самых популярных, значит, популярных сервисов Амазона. Вот я спрашивал, там порядка 7 тысяч баз в них крутятся, больших. РДС. Амазон на этом не успокоился. Видите, вот появилась Амазон Аврора. То есть в 2018 году они запустили сервис, это постгресс 10 с переписанным сториджем, но это вот, который вшит прямо в структуру, в инфраструктуру Амазона, в их распределенное хранилище. Пожалуйста, Амазон Аврора. Посмотрите еще вот Тиродата. Все знаете Тиродату, да? Это большая, старая, добрая компания, которая занималась аналитикой, Алапом. Вот на восьмерке возникла Астердата. До сих пор, кстати, живая. Тоже сделали они. Хадуп. Это постгресс на Хадупе. Хадуп ДБ. Через некоторое время она стала закрытой коммерческой компанией. Называется она теперь Хадапт. Если кто увидит Хадапт, значит, что там внутри постгресс. Очень интересная судьба Цитуса. Все знают Цитус. Это распределенный постгресс для онлайн аналитики. То есть они не поддерживают транзакции, но он распределенный и так далее. И изначально это был действительно стартап с закрытыми исходниками. Это была отдельная база данных. Через некоторое время люди поняли, что лучше жить сообществом, открыться. И они очень много сил сделали, чтобы стать просто расширением постгресса. То есть на самом деле Цитус.дб сейчас это экстеншн для постгресса. Которые и плюс они начали делать бизнес уже на предоставлении своего облака, облачных услуг. Ну, собственно, вы все знаете, что сейчас, вот видите, там писано MS Цитус. Microsoft их купил. Буквально недели две назад или дней 10 назад. Microsoft купил Цитус.дб наверное для того, чтобы поддержать постгресс на своей Азуре. То есть Microsoft тоже играет в эти игры. У них крутится постгресс там. Ну, теперь команда Цитуса присоединилась к ним. Вообще в последнее время, значит, процесс покупки компаний постгрессовых, он прям интенсивно. Буквально после того, как Microsoft купил Цитус, другая постгрессовая компания, как Кредатев, купила компанию OmniT. Две такие достаточно известные добротные компании. Для того, чтобы усилить свое присутствие на рынке, где они обосновывали. А компания Amazon купила компанию OpenSG. Вот. То есть мир постгрессовый сейчас меняется. И люди понимают. Я дальше покажу, почему такой большой интерес к постгрессу. Вот. Нашумевшая таймскейл деби. Вот таймскейл деби – это постгресс. Это расширение для постгресса. То есть название ее таймскейл база данных, но реально это постгресс, и вы ставите свое расширение, значит, таймскейл. И вы получаете базу данных, которая рвет, рвет, вот, таймсириус, всякие специализированные базы данных. У нас имеется постгресс XL, у нас имеются кластеры, которые каким-то образом развиваются. А я вот здесь поставил, что 2015 год, видите, появился форк постгресс Pro. Это наш продукт. У нас есть постгресс Pro Enterprise. Это имеется сертифицированная версия. У нас есть специфика своя. Мы поддерживаем 1С там из коробки. Вот. Мы признанной компанией 1С, признанной базой и так далее. И, соответственно, у нас есть, она, как бы, она, естественно, это Enterprise версия. Вот. Но если кто хочет попробовать, посмотреть, вы можете всегда у нас взять дистрибутив для того, чтобы для тестировочных целей. Если вам понадобится, вы можете ее купить. Вот. Дальше мы сделали, вот видите, Criderium. Это у нас прототип базы данных постгресса с поддержкой блокчейна. То есть это мы сделали, показали, что и теперь ждем, как говорится, когда народ созреет для того, чтобы ее у нас начать использовать. Видите, какая большая интересная картина. Даже здесь, вот я не говорю про Yahoo Эверест, она возникла. Это было тоже Columna Storage, петабайт данных там в Yahoo и так далее. То есть это было 2008 год. Они даже спонсорили нашу конференцию в Канаде. Приезжали, у меня где-то даже майка от них валяется. Вот. Есть еще вот PipelineDB. Кстати, да, PipelineDB, она тоже возникла, как закрытые исходники. Вот. Сейчас это просто расширение. Это, то есть видите, Citus, TimeScale, Pipeline. Это как бы отдельные базы данных, но они существуют, как расширение. То есть вы берете стандартный Postgres и компилить расширение. PipelineDB – это продолжение идей стримовых баз данных. То есть если вы хотите работать со стримовыми данными, берите Postgres, Pipeline, и вы будете работать. Вот. Более того, у Postgres есть расширение, которое позволяет работать с GPU, GPU. Вот. И все это вместе, как я вот видите в заголовок, то есть я показал, что экосистема, вот вся весь Postgres, она охватывает большое количество разных данных, типов данных, нагрузок там, и так далее. То есть поэтому мы говорим, что Postgres – это универсальная база данных. И вот не бойтесь использовать Postgres. Вы с Postgres там никогда не останетесь просто. Вот если посмотрите на Postgres пользователей, вот здесь большие имена, большие имена, понятно, да, там. Вот. Слева облака, то есть все крутые облака мира поддерживают Postgres, очевидно. У нас в России вот уже большие компании, большие госы поддерживают Postgres и работают на Postgres, и мы их обслуживаем, это наши клиенты сейчас. Много расширений, много приложений, то есть разработчики приложений начинают поддерживать Postgres. То есть уже теперь достаточно взять, не надо мучиться, думать. С Postgres можно начать практически любую базу данных. Вот всегда возникает вопрос у сортаперов, с чего начать. Я всегда говорю, ребята, не надо вам брать новую школу базу данных, вам очень хочется, я понимаю. Возьмите Postgres, начните с него. Если что-то у вас, вам будет не хватать, вы всегда можете отцепить какой-нибудь сервис, там, специализированную базу данных. Просто на предыдущем слайде я показал, что Postgres покрывает большое количество нагрузок, большое количество, значит, типов данных и вообще. поэтому плюс у Postgres очень хорошая либеральная лицензия BSD. То есть она позволит вам сделать что угодно с базой данных. И все это доступно, все это благодаря тому, что это расширяемая база данных. И она, эта расширяемость, она лежит прямо в архитектуре базы данных. То есть когда Stonebreaker писал статью про Postgres, это была первая статья, была в 2004 год, вот здесь я цитату взял с 1987 года, где он говорил, что расширяемость это важнейшая функциональность базы данных. И это сейчас, как говорится, проверено временем. И видите, что можно расширять? Можно добавлять свои функции, свои типы данных, операторы, индексные доступы, то есть аксесс-методы, так сказать, оптимизированные. У нас имеются языки. То есть вы можете писать ваши процедуры на очень большом, на большом количестве языков. У нас имеется вот Foreign Data Wrapper, то есть имеются интерфейсы, работы с разными хранилищами. Файлами, там, не знаю, вебом, вы можете коннектиться к Oracle, MySQL, все это у нас есть. И вот я хотел привести пример, мой личный пример, как я работал с Postgres, и что мне нужно было, что мне не хватало в Postgres. И я со своими коллегами, мы просто добавляли эту функциональность. То есть нам нужно было работать, например, с русским языком. Сделали 8-битную локаль, 8-битную поддержку, ну, локаль. Это был Rambler, кстати. Он тогда был топ-5 портал. Это было, кстати, значение Rambler достаточно для Postgresа очень серьезное, потому что это был первый крупнейший мировой проект, который взял и встал на Postgres. Вот. Массивы. Массивы в Postgres были с самого начала, но они были такие, ну, с ними ничего нельзя было делать. Это была просто текстовая строчка, да, в которой там хранились массивы. Мы сделали к нему, реально, добавили операторы, сделали индексы, и массивы сейчас являются, ну, неотъемлемой функциональностью Postgresа, и многие из вас сейчас используют их, совершенно не заботясь о том, что насколько они там медленные, быстрые, это нормально. Если раньше говорили, что массивы, это не реляционная, это не реляционная модель, да, это не там вторая нормальная форма там, то сейчас в Postgres'е мы привыкли пользоваться массивами. Когда нам нужен был полнотекстовый поиск, мы сделали полнотекстовый поиск прямо в Postgres'е. Когда нам нужно было, чтобы мы хранили данные, значит, разной природы, мы сделали HStore, собственно, и многие люди стали использовать всего для того, чтобы у вас была гибкая схема, чтобы вы могли деплоиться раньше и быстрее. Мы сделали GIN-индекс для того, чтобы полнотекстовый поиск работал быстро. Ну, сделали триграммы, видите, NoSQL, полнотекстовый поиск, это все вот просто вот на моей памяти. То есть, исходя из тех нуж, которые мне самому были нужны. Мы это делали. То есть, расширяемость как раз и делает Postgres уникальной базой, той самой универсальной базой данных, с которой можно начинать работать и не бояться, что вы останетесь вообще без поддержки. Посмотрите, сколько у вас здесь людей. То есть, уже есть рынок. Вот, и причем, несмотря на то, что существует хайп о том, что есть графовые базы данных, там, документные, там, и так далее, time series, посмотрите, большинство используют революционные базы данных. Революционные базы данных доминируют 75%. Все остальные вот экзотические базы данных, это мелкие, мелкие, мелочь по сравнению с ними. И если вы посмотрите на open source относительно коммерческого, это данные по данным DB Engines, мы видим, что количество open source баз данных почти равно количество коммерческих баз данных. И мы видим, что вот синяя линия растет, мы видим, что open source базы данных, они растут, а коммерческие падают. Это то, это направление развития всего айтишного сообщества, направление к открытости. Гартнер, вот сейчас, конечно, неприлично ссылаться на Гартнер, но я все равно скажу, потому что к 2022 году они предсказывают, что 70% будет вообще просто использовать открытые базы данных, да, а 50% существующих систем будет мигрировать на базы данных. Но у нас в России, мы знаем, что у нас в России 100% всех баз данных должны мигрировать на на позырис. Тут недавно написали, что счетная палата обнаружила, что 99% до сих пор сидит на коммерческих базах данных. Это все равно все говорит о том, что всем нам предстоит еще много-много работать. посмотрите на эту пузомерку. То есть мы видим, что Postgres это база данных 2018 года. В прошлом году она тоже была первой. Это по независимым оценкам экспертов, по всяким показателям DB Engines рэнкинг показывает, что действительно Postgres впереди планеты всей. Он находится в абсолютном исчислении на четвертом месте. Но посмотрите, как он растет. Вот рост популярности. Вы видите, синенькое это Postgres. То есть все остальные там MySQL, Oracle, MSSQL, они либо балансируют на своем уровне, либо начинают загибаться. Вот сейчас уже видно, что они начинают загибаться. А Postgres растет. Растет очень уверенно, хорошо. Это независимые источники. Если взять, например, Hacker News, ну все вы читаете желтый и елый комбинатор, там и так далее. Там периодически проводят опросы, там компании публикуют свои вакансии и так далее. И они с некоторых пор ведут статистику этих. Вы видите, что начиная где-то с 2014 года, Postgres опережает всех. То есть был MySQL, вот, и Postgres потихоньку вырос. То есть среди всего вот этого хакерского сообщества, в хорошем смысле слова, так сказать, Postgres тоже превалирует и растет. Если взять стык оверфлоу, ну все тут знают стык оверфлоу, то есть там тоже каждый год проводят опросы. Вот Most Used Postgres находится вот на хорошем третьем месте. Most Loved на Postgres находится на втором месте. То есть любимая база данных. Ну Redis это, понятно, это не революционная база данных, а из революционных Postgres самая любимая. Я тут не привел картинку Most Dreaded база данных, то есть самая ужасная база данных, но вы, наверное, догадываетесь, кто на первом месте. Да, на первом месте это база данных X, как ее любят называть. В России тоже проводился обзор, это на всеми нами уважаемой конференции Highload делался, опять же, не нами этот опрос, это делал Олег Будинц и в результате получили вот такие цифры. То есть в России Postgres база данных номер один. Вот. Дальше. Вот мы уже второй год просим Хахару о том, чтобы они нам делились своими вакансиями по Postgres статистикой. Вот. И мы видим, что, помните, видите, в 10 раз Postgres 9 лет назад отставал от Oracle. То есть вакансии кричали давайте нам ораклистов. Вот сейчас мы видим, что мы в прошлом году сравнялись, в прошлом году мы сравнялись, то есть вакансии Postgres стало примерно так же, как Oracle, так и Oracle. а дальше в 18-й год это был рост. И если вы волнуетесь о том, что где вам найти работу и так далее, вы видите, 2000 вакансий на Хахару это Postgres. Не волнуйтесь, работы хватит. Вот для того, чтобы вам это лучше было видно, я сделал относительную картинку относительную. То есть вакансии Postgres на Oracle, то есть было меньше единички, а вот начиная с 18-го года, вот сейчас уже в середине мы видим, что Postgres уже стало больше, чем Oracle. Пока немного, пока немного, вот, и меня немного удручает, что количество вакансий Oracle тоже растет, вот, в принципе должно, конечно, уменьшаться, но, как говорится, есть такая позиция, так сказать, сиди у реки и смотри, когда проплывет труп твоего рога, значит, то есть мы делаем свое дело. Российское сообщество, наше российское сообщество, оно действительно, оно очень организованное, это самое организованное сообщество в России, я больше таких не видел, конференции, не видел таких сообществ, где действительно у нас очень много, у нас имеется очень много ресурсов, чатов, там, не знаю, где мы все общаемся, по делу, вот, имеется, мы проводим конференции, две большие конференции в Санкт-Петербурге и в Москве, квартирники, участвуем на всех международных конференциях, участвуем, и мы уже проводим вот курсы, это курсы сообщества, я считаю, несмотря на то, что они подготовлены нашей компанией, но они свободно доступны любому из вас, то есть на Ютюбе, посмотрите на наш канал или зайдите на наш сайт в разделе образования, у нас имеется, свободно лежат курсы ДБА-1, ДБА-2, ДБА-3, девелоперские курсы, вот, и сейчас мы запускаем сертификацию специалистов, это то, что просят компании, то есть люди хотят иметь сертифицированных специалистов, это то, к чему вы все должны стремиться, приходить к нам, получать сертификаты, и уже работодатель будет все как бы знать. Хорошо. Ну вот российские разработчики, я хочу сказать, потому что очень много задают вопросов, вот, насколько позорис российский, ну, вообще-то вопрос немного неправильно поставлен, потому что позорис международный, но о российском владе я немного скажу, вот вы видите, что сделал Вадим Михеев, это то, кто знает позорис, вы понимаете, что такое МВЦЦ, ВАЛ, ВАКУМ и так далее, это делал Вадим Михеев, это российская разработка, вклад, вот сейчас нас трое ведущих разработчиков позориса, из них два коммитера, и вот, что мы сделали мы, например, довольно много всего, если посмотреть на общую такую вот из релиз, мажорные фичи, релиз НОТС, то вы видите, что красным светом это наш вклад, видите, что мы работали буквально, начиная с самого начала и продолжаем работать нормально, то есть, какой-то российский вклад есть, и он достаточно существенный, кстати, я вам уже говорил, что мы уже на уровне компании, работаем с сообществом, продолжаем работать с сообществом, вот вклад в компании, посмотрите, это книжки, у нас имеется два университетских курса по поздресу, то есть, это курсы, которые вы можете просто, вы можете эти книжки пойти в магазин купить, вы можете преподавать по этим курсам, сдавать экзамены и так далее, у нас имеются книжки, которые вот здесь, по-моему, раздаются для начинающих, очень полезная, хорошая книжка, и мы одну даже перевели на английский язык, профессиональный поздрес, вот перейдем к основному, то есть, академический поздрес рассчитывал там несколько десятков пользователей, это когда он начинался, комьюнити поздреса 95, как я сказал, было меньше 400 человек, начиная с версии 6, то есть, мы, сообщество состояло в основном из разработчиков, немного пользователей, и при этом было такое интересное, разработчики, они были и заказчиками, и исполнителями, то есть, вот я, например, мне это было нужно, я и разрабатывал для себя, ну, и одновременно делился со всеми, то есть, комьюнити разрабатывал для комьюнити, начиная с 2000 года появились первые, вот, чуть раньше, чуть позже появились первые пасгрессовые компании, первые пасгрессовые компании, как вот Great Bridge, Second Quadrant, и DB, вот, и они уже наняли фулл-тайм разработчиков, то есть, уже появились фулл-тайм разработчиков, которые работали на сообщество, вот, появились первые энтерпрайзные форки, появились первые энтерпрайзные кастомеры, вот, и что, к чему это привело, к тому, что в 2015 году основное количество, ну, фактически все ведущие разработчики, они уже были организованы в какие-то компании, вот, в 2015 году образовалась наша компания, мы были последние, последние свободные фрилансеры, разработчики, сейчас практически таких уже не осталось, то есть, подгрессовое сообщество изменилось, оно стало энтерпрайзным, вот, и теперь уже эти компании драйвят разработку, и это хорошо, потому что эти компании работают как раз с тем энтерпрайзом, проводят те идеи, то, что было необходимо энтерпрайзу в сообщество, сообщество обладает, оно является таким хорошим тормозом, в хорошем смысле слова, то есть, оно тестирует фичи, оно осуждает или принимает эти фичи, и оно объединяет всех нас, и постгресс стал энтерпрайз-рэйди, то есть, его сейчас с удовольствием используют большие компании, вот, и постгресс стал профессиональным, ну, и будущее, немного, последний слайд про будущее, это то, что, как я его вижу, то есть, мы будем с появлением плагабл сторожа, будут появляться больше разных сторожей, там, append-only, там, read-only, там, не знаю, column-сторожи, черт-ник вы не хотите, я вот мечтаю сделать паркетный сторож, например, будет поддержка векторных операций, будет сегодня доклад, кстати, про них, поддержится, будет блокчейн, блокчейн, он нужен будет, никуда от этого не деться, раз мы переходим на цифровую экономику, мы переходим на безбумажную технологию, нужно будет использовать электронные подписи и нужно будет как-то уметь удостоверять, удостоверять вашу базу данных, что никто не подменил, блокчейн для этого очень хорошо подходит. Дальше, адаптивный постгресс, это такая немного грустная для вас тема, но она еще довольно далеко от вас, дело в том, что ДБА вообще говоря достаточно ну как бы дорогой ресурс и скоро люди будут, базы данных не будут нуждаться в них, то есть они будут достаточно умными и сама себя начнется, так сказать, конфигурить, подстраивать и так далее, но это будет еще лет через 10, наверное, что у нас есть много сил, ну и понятно, что в Позрисе, конечно, будет нативная поддержка клаудов, каких-то хранилищ, я не знаю как, но без этого нам просто не выжить. И, конечно, вот последний слайд, это то, что все, что вам надо, это Позрис. Я, спасибо за внимание. Времени совсем нет, поэтому давайте, вот я буду весь день тут фланировать, подходите, задавайте вопросы, полностью открыт для всех, как говорится, и так далее. Спасибо, Олег. Прошу всех расходиться по аудиториям, потому что начинается наша работа, доклады, и первый доклад здесь Константина Евтеева. Спасибо.